МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, Аллах опомянул. Ваши основные впечатления от того, что он сегодня говорил? Ну, он сегодня, менее прочим, родил мем, достойный знаменитого мочица-сортирия. Помидорами не отделайтесь. Это такая пацанская угроза гопника из питерской подворотни, гопнику из турецкой подворотни. Но это очень серьезный месседж. Собственно, это самая значимая фраза в сегодняшнем выступлении. Все остальное было бля-бля-бля. Значит, он дал понять, что он будет нагнетать, если не физическую военную эскалацию, то в любом случае информационную военную истерию в российском пространстве, до исполочения нации вокруг вождя, подтягивания поясов, патриотического единства и на каком-то этапе введения военного положения. Мы должны понять, что до конца жизни Путина, а он будет оставаться в власти до конца, или до конца жизни российского государства, оно может не выдержать продолжительную жизнь Путина, мы будем находиться в состоянии вот этой гибридной, холодной, горячей информационной, виртуальной войны. Мы будем на войне, потому что это единственный способ поддерживать власть. Он великолепно понимает, что экономика всех этих чайек, ротенбергов, кооперативов ОЗИ, она не способна ни на что. Жизненный уровень будет падать, обрушивается медицина и образование. Единственный способ удержать власть, льстить народу картиной величия России, раздувать военную историю, сплачиваться вокруг вождя. Но это не в первый раз в мировой истории. Более того, мы достигли уже такого состояния, как это было с Советским Союзом при Сталине и Германии при Гитлере, что, собственно, Россия превратилась уже в предаток Путина. Есть субъект Путин, который решает свою задачу по жизни с сохранением властью, и есть вот некий предаток, на котором он оперирует. Но ведь Володин так и сказал, есть Путин, есть Россия. Не будет Путина, вот и Россия. Это не Володин сказал, это Герман Гесс сказал. Согласен. Володин просто такой же жалкий плакеатор, как спикер нашей думы Нарышкин. Оказалось бы, такое интеллигентное лицо, аристократическое происхождение. Оказывается, извиняюсь, пиздил диссертацию. Ну, не могут они без этого. Это их все. Ну, давайте простим им Чайки, простим, и Нарышкину тоже. Андрей Андреевич, ну вот нам же говорят, что все-таки Эрдоган и ИГИЛ, они же подпитывают друг друга. Нефть там, нефтью торгуют и так далее. Вы обратили внимание, что вот эта личная компания против Эрдогана и его сыновей, как бы, и по вопросу именно торговли нефти, она развернулась буквально последние 2-3 дня. А вот все эти замечательные доказательства наших генералов, там, многозвездных, они датированы там октябрем, сентябрем, там, еще двухмесячной давностью. Ну, если они так были уверены, что Эрдоган торгует нефти, какого черта этот преступник, тут эта кровавая мечеть в Москве, вообще дружили до последнего дня. Это реакция на совершенно другого рода, гораздо более болезненные для Путина обвинения. Но произошло две сенсации. Два источника, бесконечно далекие друг от друга, подтвердили информацию о том, что есть признаки черчайшего государственного преступления, совершаемого невстановленными лицами высшим руководством Российской Федерации. Первый источник – это наш замечательный коллега, мужественный журналист Алексей Алексеевич Венедиктов, который, уж не зная по каким причинам, в своем обширном интервью 21 ноября, ноября, да что, вот он у меня здесь рядом, он с потрясенным бутманом беседует, и так, ну вы знаете манеру Алексея Алексеевича, он всегда бравирует близостью сильными меры сего, с Лавровым в самолете бутылку Вилтки раздавили, там бухал с тем, с тем, и делится эксклюзивной информацией, которую он получает в ходе этих встреч. Кстати, я очень ценю его, это качество, давно наблюдаю, и я вам скажу по своему роду, эта информация всякий раз подтверждается. Так вот, какую информацию сияющих вершин российской власти принес Венедиктов 21? Кто покупатель, ты спрашиваешь? Я тебе скажу, кто покупатель. Ну, частные компании на турецкой границе, а второй покупатель, это Башар Асад, который покупает это и перепродает уже на легальном рынке, через него отмывается. Бунтман открывает рот, то есть ты сказал, Башар Асад покупает? Да, правительство Сирии, Башар Асад. Бунтман, я просто хотел хорошо расслышать. Вы знаете, я тоже просто хотел хорошо расслышать, и я с тех пор в массе колонок, потому что это важнейшая история, она же переворачивает весь характер войны в Сирии и Ближевостоке. Нам объявили, что мы пришли туда бороться с нехорошим регивом, который там западным людям голову отрезывает, а они, дай бог, могут еще к нам прийти, поэтому их нужно на дальних рубежах. Ну, это коррумптация, кстати, сегодня тоже. А оказывается, у нас совместный бизнес, Асад основной покупатель гиевской нефти, разумеется, без нашего контроля и участия этого не могло быть, а индикто пошел дальше в своих разоблачениях. Он говорит, а МИД это практически крышует. Дело в том, что первыми начали бомбить промыслы французы, еще до взрыва, сказать, что это было причиной взрыва в Париже. И МИД выступил с протестом. А как это? Без санкций международных, вы нарушаете международное право. Вот мы бомбим, нас пригласил законный президент, а вы по какому праву? То есть до самого последнего времени, момента до приезда Авандова в Москву, где тот как-то договорился, наш МИД крышевал эти промыслы от западных атак. Не говоря уже о том, что все прекрасно знают, что вся эта борьба с ИГИЛом фикция. Ну, может быть, из ста боевых вылетов, там, парочка по ИГИЛу, но в основном мы бомбили не ИГИЛовскую оппозицию в Асаду. Мы пришли уничтожать оппозицию в Асаду, а ИГИЛ не сражается с Асадом. Они в разных географических районах, теперь, как выяснилось, нефтью торгуют. Мы уничтожали туркмонов, этнически близких к туркам. Турки, тот же Эрдоган, нас умолял в течение месяца этого не делать. Мы в ответ на... Нам выгодно было еще их бомбить, там, захватывая, залетая в турецкую территорию. Он сбил нас не потому, что мы там 17 или 7 минут находились. Мы находились там и в английском, и в американском, и в прибалтийском. Ну, не принято сразу сбивать. Он сбил нас, потому что он показывает, что он не может остаться равнодушным к уничтожению его соплеменников. В чем вина этих туркмонов? Они борются с ИГИЛом. Их единственная вина в том, что они с большинством сирийского народа, с суннитами восстали против диктатуры Асады, и вот мы пришли за это их уничтожать. В этом суть нашего конфликта с Сирией оказывается, а не то есть поддержка Асада и деловые отношения с ИГИЛом. То есть там сложилось очень такое конструктивное политическое треугольник и бизнес-треугольник Асад, Путин, ИГИЛ. Вот чем мы занимаемся в Сирии. Я сказал о вторых источниках. Второй источник, бесконечно далекий от господина Венедиктова, это финансовая разведка Соединенных Штатов. Она опубликовала все проводки абсолютно по продаже ИГИЛовской нефти Асаду. И знаете, кто, оказывается, основной куратор? И кто же? Гроссмейстер Улинджинов, так называемый. Крупнейший авантюрист, убийца журналистские юнины, КГБшный там с детства, с советских. Помните, он же участвовал во всех деликатных операциях, помните его, с Адамом, с Каддафи, там, со всеми. Да, он, кстати, как с ними не встретится, и вдруг потом... Да, и вот, и вот, и вот он здесь. Прошло 10 дней оглушительное молчание. И Венедиктов испугался, залез в щели и молчит, и ничего не повторяет. В любой другой стране такая информация потребовала немедленного расследования, импичмента президента, отставки вообще правительства, военного трибунала. Мы сегодня... Сегодняшнее послание началось с минуты молчания по погибшим... Синий. По погибшим офицерам. Но, оказывается, они проливают свою кровь за нефть ИГИЛа, которая продается осаду, и которая, вероятно, расплачивается с Москвой за оказанную ему помощь. А почему же Запад-то не реагирует? Почему не реагируют Соединенные Штаты, Англия? Очень хороший вопрос. Вот финансовая разведка, она работает, она все положила. Политическое руководство не хочет пользоваться этим материалом. Политическое руководство делает фантастические заявления. Вчера Кэрри сказал, Россия может исключительно позитивную роль играть в Сирии. НАТО вчера после двухмесячного перерыва попросила возобновление деятельности Постоянного комитета НАТО России. По-моему, министр обороны Великобритании вчера что-то высказал за положительное, замечательное роли, которое может Россия. А потому что политика Запада труслива и провальна. Они не могут решиться на наземную операцию с ИГИОМ. И вот громадное обе Путина внушило этим людям, что Путин как-то может быть полезен. Вы же помните этот термин еще с поездки на ассамблею? Антигитровская коалиция. Путин выдумал вот такой термин антигитровская коалиция. Такая операция к вленям на втором мирове. Это абсолютно живый тезис, потому что ни тогда ни Запад не мог победить Гитлера без России и не России. Без Запада они были нужны друг другу. Тегеран 43. Запад с этим ИГИОМ запад элементарно может расправиться. Ему никакой не нужен Путин. Просто он не хочет влезать в какую-то грязную работу. Он надеется, что Путин что-то полезное для них сделает. И он просто в упор не видит в чем роль Путина. Роль Путина не борьба с ИГИЛом, а роль Путина использования угрозы ИГИЛа для обмана Запада, для возвращения какого-то вот в эту за стол больших пацанов, да еще с возможностью положить туда ноги на стол, да потом, конечно же, с перспективой вот эту свою мифическую помощь в борьбе с ИГИЛом продать Западу за его отказ от поддержки Украины. И эта комбинация работает. Он, кстати, сегодня сказал, когда выступал для федерального собрания, он сказал, что будет очень трудно и будет много лет трудно. То есть он понимает, что никаких санкций с него не снимут. Так я, понимаете, санкции как раз могут и смягчать трусость, лицемерие, беззубость Запада просто не имеют границ. Вот я вам уже сказал, мне очень нравится Эрдоган просто как действительно исламист. Ататюрк построил светское государство в Турции. И вот Эрдоган за 10-15 лет его практически уничтожил. Но если говорить о таком личностном противостоянии, то это единственный человек сегодня в мировой политике, у которого есть яйца. противостояние с Путиным. Он по крайней мере пытается защитить своих соотечественников. А что касается вдолгую, Саша, уверяю вас, вдолгую это не о санкциях. Потому что эта экономика ничего не может произвести и без всяких санкций. Вдолгую это потому что никакой экономики у нас не будет. Помните такая советская нервная? Откуда же вы могли помнить? Нет, конечно. Хлеба не будет, мяса не будет, будет музыка. Вечная музыка. Вот она будет вечная музыка военного марша. Еще раз повторю свою форму. Либо до последнего дня Путина во власти, либо до последнего дня России. Вопрос просто, кто уйдет первым. Ну и еще один вопрос. Сегодня Путин ни словом не обмолвился об Украине. Он и о Крыме-то вспомнил как-то так скользь. Слава Богу, что вы соединились. Почему? Все, украинская тема уходит. Потому что мы вообще полезли в Турцию, чтобы сменить повестку дня. Потому что в Украине совершенно ясно, что это было поражение. Концепция замах-то бы русский, мир, Новороссия. Все это вылилось в какую-то гнойную Угандонию. А ей особенно по телевизору не помахаешь. Махать нужно крылатыми ракетами из Каспийского моря, стратегическими бомбардировщиками, буками, этими самыми селекторными совещаниями. Вот это очень долго. Хохотаться из Кандерна. Это Орвел. Это вечная борьба океании с Астазией и Евразией. К сожалению, очень такой прогноз неутешительный. Спасибо вам, Андрей Андреевич, за нашу с вами беседу. Я очень надеюсь, что до конца года мы с вами еще встретимся и подведем итоги уходящего 2015 года. Ну, это будет зависеть от конкретной даты введения военного положения. О, вот вы огорошили. Уважаемые зрители, это не я сказал. Смотрите Сотник ТВ. Сотник ТВ. Сотник ТВ. Сотник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова